Уэмблдон консервативен, как сама Англия. На этом турнире соблюдается целый ряд условностей, над которыми не властно время. Покрытие на центральном и первом кортах чуть-чуть, но отличается от других уэмблдонских полей, повышенной износа стойкостью. Траву для него, для покрытия, выращивают на специальной ферме в графстве Йоркшир и держат технологию ухода в секрете. Высота травы на лондонском мейджоре составляет строго 8 миллиметров, и за ее сохранностью наблюдает ястреб Руфус, отгоняющий голубей. Цвета уэмблдона зеленые и фиолетовые, но теннисисты здесь соблюдают белый дресс-код. Это касается нижнего белья и любых деталей одежды. Разрешены лишь минимальные цветные вставки, но их размер строго регламентирован правилами. Нарушение гардеробной традиции грозит теннисистам штрафом и дисквалификацией. Организаторы турнира используют не только рейтинг ATP, но и собственную систему подсчета. Ее суть заключается в том, что к рейтинговым баллам теннисистов добавляют очки за выступления на травяных турнирах за два последних года. Характерно, что относится это только к мужчинам. У женщин особенной формулы посева почему-то нет. Посетить вумблдонский турнир не только бесценно, но и непросто. Большая часть билетов не поступает в продажу, а распространяется среди членов клуба, спонсоров, участников и гостей турнира. Любители тенниса могут попасть на матчи, постояв немножко в очереди, которая растягивается на несколько десятков километров. Стоимость билетов на основные корты в зависимости от дня стартует от 30 евро. На турнире, который проводится аж с 1877 года, существует традиция выходного дня – воскресенье после первой недели Уэмблдона. В истории соревнований эту традицию нарушили лишь четыре раза, и то из-за продолжительных дождей. Матчи в 1991, 1997, 2004 и 2016 годах начинались в воскресенье, и то с одним условием – игры стартовали только после традиционных богослужений.